Для кого, собственно говоря, этот сюжет? Не для меня. Скорее всего, этот сюжет для моего сына. Почему я говорю? И рано или поздно он в любом случае продвинет все то, что делаю я. Потому что и фамилия-то у него одинаковая, и имя-то у него одинаковые. То есть это Алексей Челяйкин, младший. Я хотел бы, чтобы рано или поздно он мне сказал, Леша, а ты был, оказывается, прав. Почему? Я думаю, что я был бы прав. Потому что тут мозгов-то особо включать не надо. Просто я владею английским языком. Я, конечно, понимаю то, чем сейчас занимается российское правительство. Российское правительство собирает Советский Союз. Но Советский Союз в свое время развалился, потому что Америка вместе с угледобывающими странами, не угледобывающими, а нефтедобывающими странами, просто опустила цену вопроса. Причем она сильно-сильно опустила. И тогда Россия просто сдохла. Сейчас такое не случится. Так вот. Вместо того, чтобы вам по ушам проезжать, я вам расскажу. Дело в чем заключается. В отличие от вас, я владею английским языком. И в отличие от вас, я знаю, что есть такой поисковик, называется AOL. AOL.com Вот этот поисковик начался твою работу тогда, когда интернет появился. Попробуйте, посмотрите. Поймете, что это такое. Туда вбиваете просто. В свое время у меня такая штука была на моем сайте, где можно было все это дело понять. Я вбил всего лишь несколько фраз. ТОП. СТО. ОЙЛ РЕФИНЕРИ. Попробуйте, посмотрите. Посмотрите, посмотрите. На AOL.com Вот. И вылезла вот такая табличка. Вот. Большая такая табличка. Вот. Это много, это много, это много, это много. А Россия это вот все две такие штучки. То есть, если брать количество нефти и газа, которое мы производим, то вот это и даже вот это, это будут все остальные страны. А мы маленькую, маленькую вот такую фигнюшечку производим. То есть, понятно, да? Мы не можем ни о чем говорить. Потому что мы не являемся ни второй, ни десятой стороной по производству нефтегазовых запасов. Вам-то это понять надо. И выкинуть из головы ту фуфло, которую вам вливают все телевизионные каналы. Мы этим делом не занимаемся. Теперь возникает вопрос. Если, допустим, сейчас цены на нефть упадут, что случится? Сейчас расскажу. Дело-то в чем было. Когда в Советский Союз был, количество автомобилей у нас не было таким. Средняя зарплата у нас была 300 долларов. Пересчитайте просто. Достаточно легко. И понятен был результат, когда мы просто просели. Сейчас такое не получается. Потому что все благосостояние Российской империи, в смысле Российской Федерации, держится на ком? Да на нас с вами оно и держится. Нас можно затаскивать, задыркивать, понимаете? Но в результате-то мы это и делаем. То есть мы покупаем нефть, мы покупаем газ, мы покупаем электричество. То есть наша Российская Федерация, она абсолютно ни от кого не зависит. Что закрашивается мясо и всего остального? Ну мясом и все остальное у нас всегда это было в достаточности. Вот. Просто дело в чем заключалось? У нас было слишком много этого мяса. Потому что мы все страны социалистического лагеря снабжали этим мясом. Поэтому у нас мяса-то и не было. Сейчас, пожалуйста. И по сути-то не так уж много его и должно быть. Вот. И я вам абсолютно серьезно говорю, что плевать на то, чем нас затаскивают. Представляете? Ну понятно, что рыба стала стоить дорого. Так рано или поздно и наша рыба, а мы ее производим и вырабатываем в большом, в офигенительном количестве, даст нам возможность просто нормально существовать. Так что, ребят, вот это то, что бред, что нам будет плохо. Нет, плохо нам не будет. Естественно, возникает вопрос с курсом доллара. Да, он растет. Но отдыхать-то мы будем. Потому что и Турция, и Египет, и Таиланд, и Китай, они также снижают цены. Поэтому ничего, абсолютно ничего с вами не случится. А зная о том, что мы сейчас собираем строительство потока Сибири, то есть мы рано или поздно отдадим весь наш газ куда-куда. Да в Китае, естественно. А Китай такая маленькая страна, это фигня. Население-то сегодня еще 2 миллиарда. И даже увеличивается. То все у нас будет, в принципе, в порядке. И в оконцовке этого сюжета, и заключая свой разговор о недвижимости в Индии, я скажу. Я не буду вам ничего показывать, да. Не буду вам говорить, что мне нужна помощь. Она мне действительно нужна. Поэтому, если что-то, посмотрите предыдущие сюжеты, и вы поймете, о чем речь. Потому как, кроме небольшого количества людей, давших мне нормальную помощь, больше никто ничего и не делает. Представляете, да. И я этим людям очень-очень сильно благодарен. А то, что я сегодня прочитал, то, что наконец-таки Жанна Фриске, у которой также глиобластома, как и у меня. И она, естественно, получила грамотное решение, где? Да в Китае. Она поехала в Америку, поняла, что там где-то там по ушам проезжают. И, естественно, решила вернуться в наш замечательный Китай. Куда я скоро и поеду. Поэтому, ну, сори. Если хотите, помогите. Если не хотите, да и лят с вами. Да, поездка получилась крутая. И в тот же самый раз мы вам показали, как расслабляются телевизоры. Да мы не расслабляемся, по сути. Мы должны работать на вас, на тех людей, кто по какой-то степени не понимает результат. А результат-то прост. Поработав на дядю, получив пенсию, жить в холоде как-то не очень. Но есть возможность жить в нормальной стране, не маринуясь с морозами. И нашей пенсии достаточно. А если это не только ваша пенсия, то можно спокойно перемещаться туда, где все дешевле. Я, честно, был и в странах с такой популяцией населения, что нам и не снилось. Так вот, нигде я не видел ни гниющих трупов, ни разложившихся животных. Бред все это. Выбирайте страну и живите спокойно. И вот вам Египет. Давайте поговорим о другой сути инфраструктуры, если мы покупаем недвижимость здесь. Сколько шагов до моря конкретно? Можно сказать, пару шагов. Два шага. То есть, просто позвонить, сказать, завтра мы хотим выехать. Все, яхты всегда у нас готовы. В любое время, любые VIP-туры. В Шарм-Эль-Шейх можно на яхте, в Александрию без проблем. Все, как говорится, любые капризы. Даже в Александрию уже съездить проблемы. А что касается того, что, допустим, в баньку захотелось сходить. Ну, чисто по-русски так оттянуться. Здесь сауны, есть спа, у нас спа-салоны. Там и массаж, и сауны, и джакузи. Все в одном месте. То есть, это все для наших клиентов, нашей компании. Все это бесплатно. Специальные такие абонементы на год. Бесплатные, как признание, что наша компания одна из самых лучших здесь. Нет такого, что человек может быть обделен аквапарком, допустим, или еще чем? Нет, вообще-то это абонементы уже с Синбад. Допустим, Синбад, отель. Там и аквагорки, и боллинг-центр у них в их корпорацию ходят. Все это там большие скидки для наших клиентов. То есть, если в боллинг пошли поиграть в бильярд, 50% скидки. Конечно, интересно еще и законные сделки, конкретно штампы, печати и все остальное. В плане виз, допустим, если квартира больше 50 тысяч долларов, стоимость квартиры, то уже по закону здесь клиент имеет право на резидентскую визу. То есть, на зеленую визу, зеленый контракт. Все, если меньше, то уже наши адвокаты, соответственно, это делают. Ну, за небольшую доплату, конечно, но все равно это все делается. Рабочая виза, допустим, стоит 1000 евро, грубо говоря. Это что она дает право? То есть, допустим, если какой-то бизнес открывает здесь человек, он, во-первых, от двух до пяти лет налогами не облагается. И вот эта рабочая виза, это необходимый здесь, как говорится, аргумент для туристической полиции, чтобы нормально, спокойно, легально работать. То есть, в принципе, дело есть и для пенсионеров, да? Чтобы открыть, допустим, свой небольшой бизнес, который принесет... А сколько достаточно, чтобы прожить в Хургаде в месяц? Ну, тоже, смотря как, по запросам. Ну, нормально, как говорится, нормально жить 300 долларов в месяц. Нормально, ни в чем себе не отказывать. Фрукты, соки. И мы специально на этой лодочке вам приготовили парочку бесед. Для того, чтобы вы поняли, как работать с египтянами. Да просто. И вам не надо плюхаться, понимая, что даже самый крутой друг вас швырнет. А вот это Россия. Здесь такого нет. Не было и не будет. Здесь просто работают, принося доход себе и радость окружающим. Вы инвестировали сюда деньги немалые, я так понимаю. Насколько выгодно работать с египтянами? Насколько это законно, спокойно и удобно? Чтобы спокойно быть, надо просто 50 на 50. Если с египтянином, это обязательно. Раньше там можно было... Египтянин обязательно должен на 1 на 2% больше. Сейчас уже это все уравнялось. Можно даже на 5% взять египтянина. Но если среди них есть, конечно, много нормальных людей, хорошие бизнесмены. 50 на 50. Недвижимость ложишь, когда в течение 2 года, как до этого было, минимум 40-45% поднималось. Ну, сейчас кризис, не знаю, немножко, наверное... Ну, мы поможем вручить этот кризис. Для этого, собственно говоря, сюда и приехали. Да. А так, уже Хургаду, даже некоторые районы называют русской деревней. Вон, как Моборок-2, там. А это, где мы живем, где наши стройки. Это уже европейская деревня называют ее. Там в основном иностранцы. В основном иностранцы. Ну, пока можно. Они не такие, не... Как вам сказать... Они видят, человек бизнесом занимается, не стараются там подножки ставить или что-то такое. Так доброжелательный народ. Ничего плохого не можем сказать пока. Ну, отечественный, средний житель России, средний житель государства СНГ, в принципе, знает, что такое новое жилье, да. Это жилье, в которое необходимо еще и вложиться. Полы застелить по новой. Потому что, ну, просто сейчас... Темпы ускоренного строительства, что в Москве, что в Магнитогорске, допустим, одинаково. Да, голые стены. Непонятно, какие обои, если они есть вообще. Что здесь? А здесь, слава богу, здесь в основном кераминский, керамика, а есть, если там уже человек состоятельный, тогда может мраморный. А так керамика здесь 5-6 долларов квадратный метр стоит. Это здесь Клеопатрос завод, здесь 200 километров отсюда, 250. Он вообще неплохо выпускает. И недорогая керамика, все это. Степень готовности квартир, заезжай, живи? Есть и готовый, есть в строящемся, где в строящемся до полтора, до двух лет. Пока мы строим, мы можем в рассрочку это делать, это без никаких процентов, там без набавок. Последние там 10-15 процентов, когда под ключ уже готово, уже берут. Все мы от года до полтора, любая наша стройка кончается. Ну, пока до этого, во всяком случае, пятиэтажный дом, 20 квартир, там 25, ну, как получится, на 300-400 квадратных метров, если 100% застройки. Это в течение 15-16 месяцев уже мы это, ну, уже готовым, готовим. А потом оставляем, может, кто у нас покупает. Есть готовый, конечно, уже не всем нравится готовый. Они говорят, мы хотим, например, полы выбрать, мы едем в Клеопатру магазин, они все выбирают, что они хотят. И уже за 40-45 дней мы уже любую квартиру уже доводим до ума, до конца. Конечно, понятен результат. Сюда не поедут каждые. Потому как те, кто деньги скоммунизил, уже в Ницце, Америке или Британии. Кто спер меньше, в Кипре или Испании. Но тот, кто работает и понимает сущность бытия, и для него и Египет, и Таиланд, и Турция, и Китай, и Индия. И в действительности мест хватает. И, кстати, мы не только речь ведем о тех, кто сможет здесь провести остаток жизненных сил. Дело-то в чем заключается? Но из нас пока еще 65% рухнет с раком. Так проще часть жизни прожить там, где химия стоит дешевле, чем у нас в 30 раз, где противораковые препараты доступны, и где счастья в ваше ограниченное господом время будет больше. А вот этот тест-драйв мы посвятили специально программе «Автостоп». И для этого здесь, в Хургаде, встречающая сторона, наша встречающая сторона «Вахид», наша отправляющая сторона в бюро туризма и микрофинансирования, центр, точнее, туризма и микрофинансирования, предоставили нам такую возможность. Поводить яхту «Монте-Карло». Яхта «Монте-Карло» имеет дизельный двигатель мощностью в 350 лошадиных сил. Стоимость такой яхты, ну, примерно 250 тысяч долларов. Не так уж и много, но и немало. Где мы проводим тест-драйв? Ну, в акватории Красного моря. Что такое Красное море? Красное море – это отличный отдых. И даже в июне месяце. Ну, а если серьезно? Если серьезно, за эту поездку, ну, мы не заплатили ни копейки, ни доллара, ни фунта, ни цента. Почему? Потому что при покупке недвижимости вас вот таким образом здесь встречают. И, кстати, не только встречают, но еще и каждый год, и каждый месяц вы можете себе позволить такие пусть-черсти. При этом это стоит сущие копейки. Потому что приобретая недвижимость в Египте, а приобретая недвижимость в Египте, вы приобретаете, ну, во-первых, инвестиции в свое замечательное здоровье, потому что 35 градусов и 17% влажности – это не Сочи, и здесь такая погода всегда практически, и даже зимой. То есть вот вам круглогодичная возможность купаться в Красном море, смотреть великолепных рыбок, ездить на вот таких вот судах, ну, в том числе и кататься за рулем. Ну, и балдеть. Чего я вам, собственно говоря, и желаю. Продолжение следует...